13 пострадавших остаются в больницах после страшной аварии в Калужской области. Детей, которые не были госпитализированы, сегодня еще раз осмотрят врачи. Напомню, накануне перевернулся пассажирский автобус, перевозивший школьников. Задержаны и водители, и владелец транспорта. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Уже известно, что вопросы к перевозчику возникали задолго до аварии. Были и нарушения, и штрафы. Но автобус, которому 30 лет, все же отправился в рейс с детьми без сопровождения ГИБДД. Дмитрий Кулько продолжит. Жители Калуги, потрясенные страшной автокатастрофой, сегодня пришли в храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Здесь проходит панихида в память о жертвах трагедии. Мы скорбим и очень жалеем, и очень сочувствуем тем людям, которые сейчас погибли. И молимся за них, чтобы они попали в Царство Небесное. Особенно жалко детей, которые еще без греха. Погибли, просто не знаю, у меня слов нет. Совершив молебен, митрополит Смоленский, Дорогобужский и Сидор навестил в больнице пострадавших в аварии. Здесь по-прежнему находятся 13 человек, большинство дети. Многие пассажиры автобуса получили переломы и глубокие порезы от разбившихся стекол. По словам врачей, операции пострадавшим не потребуется. Никого не пришлось и эвакуировать в Москву. Но здесь продолжают работать столичные медики из НИИ, неотложная детская хирургия и травматология. Врачей особенно беспокоило состояние девочки с переломом таза. Но после обследования прогноз благоприятный. Перелом таза не тяжелый. Нарушения целостности тазового кольца нет. Соответственно, функция нижних конечностей, функция тазовых органов не нарушена. Необходим покой в течение некоторого небольшого периода времени для того, чтобы наступило сращение. После аварии родители пережили страшные минуты. Не могли дозвониться. Кто-то из детей потерял телефон. У самых маленьких его и не было. Я ей звонила на телефон, ее не отвечал. Алина позвонила мне с чьего-то номера, сказала, что в аварию попали. Что все нормально, не переживай. 13-летняя Алина наконец встречается с мамой. У девочки небольшой ушиб ноги. Автобус летел в кювет так быстро, что она не успела ничего понять. Я даже не помню, как это произошло. Просто как бы сидела, потом закрыла глаза и все, я уже лежала. В салоне находился 31 ребенок. Танцевальный коллектив «Калибри» из небольшого города Ярцево Смоленской области ехал в Калугу на конкурс. По одной из версий, водитель не справился с управлением из-за гололеда. Автобус вылетел на обочину и перевернулся. Пассажиры не могли выбраться из искореженной машины. Среди пострадавших и родители, которые ехали поддержать детей на выступлении. Погибло 7 человек. 3 ребенка, 4 взрослых. Это те пассажиры, которые находились на самом последнем сидении в автобусе. То есть так как, видимо, сзади, конструктивная особенность автобуса, сзади там находился двигатель, то, по всей видимости, именно это и привело к каким-то трагическим последствиям. Жители Ярцево несут цветы и мягкие игрушки к Дому культуры, где находится танцевальный клуб «Калибри». Дети нередко участвовали в конкурсах в разных регионах. И для таких поездок организаторы арендовали автобус у коммерческой фирмы. Уголовное дело заведено по двум статьям, в том числе о показании услуг не отвечающим требованиям безопасности. Уже задержанный водитель, который в прошлом году получал штрафы как раз за нарушение правил перевозки детей, а также владелец автобуса, 61-летний предприниматель Сергей Гордеев. Следователи выясняют, была ли у него лицензия. По закону перевозить группы детей можно лишь на машинах, которые эксплуатировали не больше 10 лет. А этот автобус был выпущен аж 30 лет назад. И за это время намотал более 800 тысяч километров. Неизвестно, проходило ли транспортное средство техосмотр. Вот, в истории нет никаких данных. Другие три автобуса этого автопарка в Ярцево еще старше, но фирма регулярно выполняла пассажирские перевозки. Помимо прочего, два года назад во время проверки выяснилось, что водители здесь не проходили медосвидетельствования перед тем, как сесть за руль. Компания получала предписание устранить нарушение. После трагедии также выясняют, почему автобус с детьми оказался на дороге без обязательных, в таких случаях, машин сопровождения ГИБДД. Также неизвестно, были ли дети пристегнуты, и был ли автобус вообще оснащен ремнями безопасности. Дмитрий Кулько, Дмитрий Зайцев, Алексей Белов, Павел Моисеев, Дмитрий Маслак и Ирина Чучуй. Первый канал.